Привет, друзья! С вами канал Жизнь на Азорах. Вот ездили мы на конкурс в Лиссабон. Я приехала сразу быстрее пойти посмотреть, как там мои растения на огороде. Не показывала вам сейчас весна. Вообще весна на Азорских островах, она вообще такая длинная, затяжная. И как бы вообще это остров весны, острова весны. Постоянно такая не очень жаркая погода. Можно сказать, такая прохладная, особенно весной. Ну, растения растут, все растут и спеют всякие фрукты, ягоды. Вот смотрите, у меня поспели ягоды нэшперы. Уже я так боялась, что я приеду, а они уже переспели. Ну, есть. Есть и вкусные, хорошие. Вот сейчас сажу вам, смотрите, как она спеет. Вот так ее дрозды едят, черные дрозды выедают ягоды. Самые вкусные, конечно, это вот эти, которые надклевывают, самые вкусные. Если раскрыть его, вот у нее есть косточка вот такая парная. Парная косточка обычно. И внутри очень много сока. И вот эта шкурка, она... Похожа на яблоко, сливу смешанная. Очень сочная, много витамина С, влилась соком уже. Вот она какая красивая, такие большие красивые грозди. Большая какая ягодка. Я варю нэшперу, варенье это варю со шкуркой. Мне нравится очень шкурку жевать. А некоторые варят это варенье без шкурки. То есть получается оно как повидло. Апельсины уже отсвели. Вот, смотрите, апельсины. Завязались. Много всяких маленьких, много больших. Так, еще у меня отсвела хурма. Вот, завязались тоже много плодов. Надеюсь, что они останутся середина весны. Но некоторые еще цветут цветочки. Вот у нее такие прикольные цветочки. Цветут еще некоторые. Ну, конечно, она вся не останется. Отвалятся многие. Так, еще вот усыпан весь фейхуа, усыпано все цветами. Не знаю, завяжется или нет. Потому что у нее как бы тоже есть растения мужские и женские. На некоторых много цветов. И нету плодов потом бывает. А на некоторых мало. Так, корова опять жует мой забор. Давайте посмотрим на нее. Сосед ставит так близко. Телята. И сейчас что-то да. Утю, маленький телята. Это у меня соседнее поле. И на соседнем поле коровы. Все коровы в основном мясные. Все коровы в основном мясные. Еще тут сосед. Вот я сажала здесь возле дома. Весной сажала гортензии. И вот посмотрите, сколько гортензий принялось. Практически все. Смотрите, они даже набрали цветочки. Вот один уже распускается. Они, оказывается, на каждом вот таком колено. Вот на каждом колено вот таком вот пускают корни. Вот этот тоже набрал цветок. Я даже думала их оторвать, цветочки. Думаю, может быть, они тогда лучше укоренятся. Но они на самом деле и так хорошо укоренились. Так что им даже можно дать поцвести. Я как раз посмотрю, как они будут цвести. А еще смотрите, какая у меня красота. Какая красота у меня расцвела. Это калы. Я купила три кала. Один желтенький. Вот он уже... Я приехала из Лиссабона. Он уже доцветает. Почти отцвел. Ну, вот у него еще один. Вот такие они маленькие. Они только проросли. И вот второй цветочек. Вот такой вот кал нежно-фиолетового цвета. С какими-то... Вот тут ночью был дождик. Такие капельки. И у него листики тоже даже красивые в крапинку. Я потом отсюда уберу эти калы. Вывелись у меня пять цыплят в инкубаторе. Тего лишь. Вот им уже десять дней. Два черненьких и три рыженьких. Уже бегают по улице. Днем я их сажаю в коробочку. Днем я их сажаю в коробочку. В течение дня. Днем я их сажаю в коробочку. Днем я их сажаю. Так. Днем я их сажаю. ну что буду прощаться с вами думаю что будут скоро у меня выходные потому что с этой поездкой выбилось все из колеи и опять планируется один концерт 31 мая будем стараться на выходных смогу посадить уже свои растения так что туристический сезон начинается и огородный продолжается не знаю когда отдыхать будем любом случае все равно приезжайте на фаял приезжайте на пику я сейчас организую экскурсии работаю экскурсоводом в летнее время уже весной покажу вам красивые места наикрасивейшие покажу вам свой огород вживую свой сад тропических растений и не не пожалеете пока